Почему еще? А вот объясняю, почему. Пункт 10. Реализация. Вот это вот мне Елена Александровна Савинича, она была в Мичелинске и прислала мне бесценную фотографию. А я вижу то, чего не видит никто. Во-первых, я вижу, что рядом могучая наука, институты, все есть, но рядом на дальших участках все тоже. Как-то от науки она в сады, они же работают даже для нас, а как-то они сами по себе. Но тем не менее, вот я вижу женщину, я уверен, что она с утра до ночи стоит в одной очень интересной позе. Даже я бы сказал сексуальной. Но дело в том, если она все это собрала, покупатели покажите. Посмотрите сюда, вон один покупатель я вижу. А это продавец, 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 продавец. Вот смотрите, они не тоскуют, вот еще пытаются уговорить вот эту женщину, по-моему, в желтых штанах или юбке. Все. Вы представляете, Катя, что вы у себя в городе, вот такую продукцию еще ваши датчики на рынок привезут. Вот, потому что в Мичунинском этом плане от Вивери ничем не отличается. Вот, понимаете, что случилось? Вот, сейчас уже, я надеюсь, у вас руки опускаются. Реализация страшная. Или вы ждете зимы и вот это вот делаете. Деньги приготовили? Вот. Можно взять деньги в кредит, а потом всю жизнь выплачивать, ничего не получая взамен. Еще не все плохое сказал. Вот. На государство не рассчитывайте, обдерут как липку. Знаете почему? Потому что вам придется оформляться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сергей ИП оформил. Ходит по себе в штанах. Я серьезно говорю. Вот. КФХ. Я был этим. Я сейчас, ну, это самое. Короче, я бывший председатель КФХ. Знаешь, что это КФК? Нет? Фермерское хозяйство. Вот. И это есть удавка на шее. Все придумано для того, чтобы давить фермеру. Поняли, да? Вот. По крайней мере, в мое время, когда я был моложе. И вот что получается. Если вы оформитесь, у вас будет удавка на шее. Вот. Если не оформитесь, будете вот так вот. Да, моя продукция. Это, это, я дачница. Вот. Отстаньте от меня. Вот. Видите? Ничего хорошего пока не вижу. А вдруг правда у вас получится все. Только потом нервы мотайте за то, что продукция портится. Попробуйте сохранить, так как хранят эти. Отравляя их. Ботоксами прочим. Дальше. По колхозным меркам один человек на гектар. Ваш один гектар. Я сам понимаю, что я свои пять гектар обрабатывал сам или вдвоем. Так. Ну, понятно. Одно дело, этот самый наемный человек, которому даром ничего не надо. Другое дело, когда пашешь сам на себя. Вот. И получается, ну, в общем-то, каторга получается. Хотя технология, которую я предложу вам и предлагаю, она самая человечная. Вот. Даже как вы, у меня никогда не было времени. И я сказал себе, это делать не буду, не успеваю. Это делать не буду, не успеваю. И это делать не буду, не успеваю. И это делать не буду, и это делать. И так пятьдесят пальцев загибаю. Вот два, десять на руках, десять на ногах. Все пальцы загибаю, ничего делать не буду. Только после этого пошло дела. То есть, это плюс огромный. Но не отменяет вот эти вот самые. Та же реализация. Идем дальше. То есть, вот это еще стоит подумать. Вы же начали, вряд ли у вас оформились. А не оформитесь. Оформитесь у дабка на шею, не оформитесь, тоже вас найдут. Вот. Помощь от науки. Понятно. Не дай бог у человека с ученой степенью, или даже просто агронома позвать себе. Следующий еще будет как? Смотрите. Следующий момент будет в том, что вам надо будет нанимать специалиста. Сами вы. Это ладно, вот здесь любой человек может это вырастить. По принципу, сам осадить, я садила, сам буду поливать. Не сад, а садик, садик. Поэтому, а это еще я понимаю. Вот. Вам, или вы сами на счете, а это практически невозможно физически, тем более, что вы женщина. Вот. Может быть, у вас за вами причина мощная поддержка, я этого не знаю. Вот. Но я понял то, что изучать вам некогда, а больше тоже получается некогда. Вот. Обычно, когда приезжают за садик Сергея, или ко мне за чем-нибудь, я, 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 кто главный садоват? Тут же кто-то. Я. А остальные ходят, бродят, это, угощаются осенью, с осенью. У вас, когда будет питомник, вы замучите продавать саженцы. Мне-то чем легко? Милости просим. Накормил яблоками, грушами, если раньше абрикосами. Силы. У меня вот такие глаза больше моих этих абрикосов. Вот такие. А потом Сергей ведет питомник, и это самое. И что всегда улыбается. А вы же сказали, что вы будете питомником, и там доходы надо получать. А если вы не запустите к себе покупателей, если запустите, рано или поздно останетесь без этого. Без конечного грабежа. Если будете прятаться от всех, никто саженцы у вас не купит, вы не раскручены. И этот момент учтите. Наука чем может? Если вы позовете какого-нибудь специалиста, а их якобы много, они вам загубят сад еще даже до полношения. Об этом чуть ниже. Значит, смотрите. Я здесь чуть-чуть возвращаюсь к тому, это важнейший момент, который вы не подозреваете. Итак, на любом участке есть, вот смотрите, вот это, видите, синий или как голубой, верховодка. Вы здесь сразу посадите яблони-грушу, он умрет. Что делать под землей, вы не знаете. Согласны? Что не знаете. Так, простите, мне надо на минутку говорить кипятку. Я говорю, да на меня не дадут, да, ну так меня устроено. Может быть, если буду тише говорить, то хоть просто отключите, я боюсь, что натворите дело, без этих, без моего опыта. Сейчас я быстро только подаю кипятку. Спасибо. 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 ваш успех будет зависеть от того где у вас а грунтовая вода делится на а короче верхового верховодка потом идут межпластовый водоносный слой а потом артезианский и вот понимаете вот здесь посадите а тут допустим момента через сколько лет насчет гибнуть абрикосы и груши вот их надо садить сюда откуда вы знаете вот это все везде и всюду такое там не бывает такого что вот пластная почва и все никто практически не знаю преподает ли но об этом почему-то но по крайней мере ну как вариант скажите а вдруг посадил в эту верховодку вдруг а то потом начинается опрыскивать и просто сидит верховодка они ничего никогда не будет я могу сейчас об этом 2 говорить я просто хочу сказать что верховодки есть везде смотри сюда видите а я же лекцию читаю всем не только вам Кать и получается здесь здесь гористовое место и все равно верховодка есть и все равно есть артезианские колодцы и межпластовые есть вот еще есть и вот получается что у вас получается метод и к когда вы посадите 6 гектар на гектаре в конечном счете будет 300 1800 но это примерно 1800 деревьев это окончательно это когда пройдет лет 3-5 и вы уже убираете лишнее погибнет лишнее будет плохо развиваться какие-то опять же попадут верховодку уже будете знать тут не растет уже садить не будете или настоящего а где же взять настоящего-то это наука лозоходство забыто и загублено понимаете я не поеду в тверь вам это по мере сказать вот здесь будете садить сливы у них мелкая корня вот здесь не мелкие а более компактные сливы будете садить вы здесь будете садить допустим яблони особенно если они не будем устройство корней сто раз разбирали вот яблони или только не сеянцевая еще раз говорю а корневые твоски и вот и получается что выдержат а груши надо садить там где рамки ваши работы не будут я вот это рассказал я думаю что вас сейчас начнется это самая настоящий муж падать я коротко вот это вот последний момент значит это горы значит мой друг хозяйничал вот я наблюдал как наблюдал для меня это открытая книга даже без рамок девушка растет как растет видите лучше повезло это склон крутой слон вот посмотрите на эту это дюк это вишня слива ой я заговариваюсь вишня селёшня видите посмотрите какой чистая все а знаете почему а потому что один из правил выросили не подходите к нему вот я боюсь почему я показываю зелёшня умер до окалечить некому понимаете их отбросить еще сейчас я сделал чуть меньше и все-таки преследно хозяйству научила же его калече деревьев научила же сейчас я там покажу вот видите а этот специалист которого на месте может сказать ну как так давайте мы порублю штука накупим этих тысячу этих самых камер автомобильных это я просто я утрирую ну ну чтобы хотя бы знали что есть люди которые искренне верят что они выращиваются а потом причину здесь другую найдут они начнут опрыскивать это мода наша российская а давай фуэта прыщка а на и купоросами а давайте а давайте а давайте произносить противный эти фунгициды и прочее вот поняли а это когда не трогают вот то есть вам нужно нанять придется специалиста а это конечно вам не по зубам найти почему я говорю как можно обойти этот момент когда нет калака . очень просто самой становиться вот как у меня есть специальные вам подарю мне специальные 3 фирма а вот некогда вы этого не будете учить тогда другой вариант проще еще два раза больше садите от морковку природа сама проживешь и еще говорю друг у меня были люди которые покупали десять тысяч костей 3 тысячи костей они меня послушали то есть посадил а еще половина зайдет не дай бог а потом что тут же продажи поступает а вы знаете ли там верху было не было откуда мне вот эти у нашей катерины эти самые фотографии было девочек абрикосики росли саженцы кости я дала подруга которая бросила мои видите как расходится все так идем дальше я тут ничего не пропустил ну горе какое один покупатель и 15 продавцов или 10 боже мой ну что же самое кстати сейчас ни у кого денег нет так самый главный почти сказал пойдем 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 вот а это тоже у нее одна это вот это видите это мои эти моя обувь это моя рука у нее нашлось абрикосовое дерево которое дала пол ведра причем отборные знаете чем они хороши вот а тем что вокруг десятка удач не было ни одного абрикоса я вроде бы взял на заметку вот это вот вот этот участок вроде бы взял на заметку да вот но я знаю что больше никогда я туда не поеду был торсон доскобила торсон полот был как в качестве специалиста и приезжал ко мне в штаногорск как командировку из амбокадо взялись в лаборатории уважаемый человек только у меня никогда не было транспорта на автобусе там садились в свою машину и ездили вот я вам помогал находить уникальные вещи ну и сам это оннул вот видите а сейчас получается я просто пусть отвлекся сейчас просто горькие сожаления вот этот абрикос он уникален тем сейчас посмотрю а у меня на этом у меня на телефоне нет этих даты это было тот год когда вообще абрикосы были не помню но во всяком случае я хочу сказать что вот здесь мы имеем место уникальный абрикос который никому никогда и после этого пройдет вебинар и никто никогда не позвонит и не скажет константинович мы заинтересовались этим уникальным абрикосом который пусть только дал но вокруг вообще округи и это имеется ввиду айдай и это самое урочи айдай вокруг ни одного человека ни одного абрикоса ну а я отвлекся Катя извините я душета селекционер так теперь о прививках ну я уже сказал так побольше косточек культурные остаются ой культурные у которых плоды ну я не могу у меня опять тогда 103-40-108 вебинаров я вам тогда показал специальные фотографии я же их делал для фильмов для статей для книг вот показать какие бывают манчжурицы и тут же рядом соседи вот такая а вот соседи вот такая а есть манчжурцы вот с такими вот листьями вот с такими ни за что не угадаешь они абсолютно этим самым как у академика а почему? потому что на нем было привык к академике и погибло а этот низ стал вот такими листьями ну и все это проходили то есть у вас есть возможность путем отбора почти не ошибаться но остается проблема транспортировки у меня созрел вот жара стоит через 5 дней выбросить я вам говорю все, все, все и ее показывают два сорта еще показывают хотел показать вам отдельную папку я дружу для Савельевич до науки ну у нас свои отношения сложились все-таки это не побрезговали а дружбой со мной ученые люди она ее это самое ее научный руководитель ее подруга Завлаб которая тоже искала у меня грибы правда не нашла на деревьях вот эти близнецворные и так далее вот а вот это просто фотография судите по датам 14 августа самое последнее абрикосы вот 4 августа самое последнее четвертое какая вот это но дело в том что Катерина вы же меня спросили а я не могу сказать да нет и все да потому что не знаю вот эту косточку если взять что вырастет а ему же опять это дерево соседа запылил а если его пылил королевский значит она это поплывет она раньше созреет раньше когда еще жара ну на неделю на две а лежать будет в два раза меньше потому что здесь будет уже два этих самое два генома в одном ну когда-то вот это вот кстати у меня бай а которые мелкие это у меня серафима серафима позже созревает твердые бай жиденький видите уже отбор уже я вам сказал амор хорош поздний филиппила хорош вот выше потом этот самый супер серафим хорош и наконец серафим ну опять гибридная вы поняли почему я это не даю никакой гарантии вот дальше я обращаюсь к вам Катерина помогайте и вы другим опытом созаводом узнайте как вырастил ваш пузо-питомик например черешни не имея черешнего сада я знак вопроса поставил я не утверждаю я спрашиваю есть черешневый сад вы же хотите черешню они вам покажут черешневый сад а вы же они твердые тверичи вы тверичи и все и садите тем более дешево 150 рублей хотя бы сотню посадите не разовитесь ну а если у них южные сады а вы можете понять только по тону это секрет страшный секрет его никогда не выдают то выдаст сразу вы 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 Субтитры создавал DimaTorzok